ну что проехали мы даунтаун наконец-то пересели мы конечно на другой автобус потому что с тем автобусом случились какие-то технические неполадки но и сейчас у нас впереди остается 8 часов дороги от наэробии до какомега город куда мы едем так что дорога будет длинная и конечно же будет дороги интересная потому что но первый раз быть в африке в тени и видеть вот все что мы видим конечно это огромное огромное приключение для нас тут наш друг наш водитель а тут наши путешественники миссионеры главный миссионер с молоком едут миссионеры на пустяк потому что все чемоданы остались еще в Сан-Жан-Цескале да у нас да это конечно было интересно потому что мы узнали что наши сумки даже не выслали из Сан-Франциско и вообще не понятно как это все будет сейчас выглядеть дальше поскольку но мы же везли огромное количество нужных вещей здесь для миссии но там и в частности немножко и медикаменты и обувь мы везли миссионерам вот так что ну нам обещали что в течение суток этот вопрос должен решиться так что также нам обещали что нам эти сумки перешлет самолетом в кисуме и нам не нужно будет ехать сюда еще раз на машине за за вещами так что ну посмотрим чем все это закончится верим аминь 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 в общем миссия она немыслима без приключений на самом деле если люди если если вдруг вы чувствуете что жизни жизнь становится пресной как бы такое обиденное такое неинтересное то всегда то всегда возможно куда-то выехать и что-то увидеть и пережить да но это уже другая кения это вот вот это сильно напоминает я вам скажу в 2014 году точнее говоря в 2001 году когда я приехал в москву вот это очень сильно меня напоминает вообще москву и московскую область потому что москва это вот ну приблизительно вот то же самое что я видел в наэробии то есть есть красивые дома так все ухоженно все чисто но только ты выехал за пределы мкада начинается вот такая вот картина ну конечно не такая дикая она но правда заключается в том что ты понимаешь попадаешь как будто в другой мир и 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 барахолочка такая барахолочка но о и и Вот что мы делаем. Мы заливаем бак насколько полным только возможно. Ставят машину на такую подставочку. И дальше идет заливка по максимуму, с утряской еще. Так, чтобы уже заправиться, так заправиться. Вот такую технологию заправки я видел первый раз. Ну да, кстати, это наш автобусик. И наш водитель, Виталий его зовут. Почему-то у него есть русское имя, но я не знаю. Но это машина, на которой мы передвигаемся. Ай, Виталий! Как ты? Он балуется с этим молоком уже, наверное, минут 15. Это деньги. Это деньги. Это деньги. Но у нас, конечно, небывалый опыт вождения и приключения здесь в Кении. Мы уже выехали на трассу, и мы едем дальше. Едем, заправились, подкачали колеса. И вот тут наш молодой человек взял из заднего сидения, где находится мама, и что-то ищет в рюкзаках. Он переправился к нам сюда, на передние сидения. Он сидит без карсита, у него нету никаких страховочных услуг. Ага, да, Мася? Ну, что у тебя в руках? Парагоз. У тебя парагозик в руках. И тут наша мама улыбается. Ой, мальчишка, мальчишка, мой мальчишка любимый. И Виталик. Виталик наш висит. Виталик не дорогая. Теперь мы находимся в городе Киммэнде. После Киммэнде мы ездили на Найбаша, Някуру, Герича, Нисуму и Катамека. В общем, мы находимся на одной из главных магистралей страны, потому что вот эта дорога, по которой мы едем, не кричать, папа. Не кричать, папа. Вот так вот. Ну, в общем, это одна из главных магистралей, как я уже сказал, и она соединяет здесь страны практически, Угарда, Руанда. Вот эти все страны, которые... Судан, вот эти страны, вот они находятся практически на этой магистрале. То есть она такая, как международная магистраль. Ну, а также вот эти все города, которых в Италии перечислял, вот мы будем их проезжать, чтобы нам добраться до нашего места назначения. И вот Туслик тянет повозку. Туслик тянет повозку. Магистральт Италии Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok